Креативность — это синтез каких-то вещей. Ну, когда что-то соединяется, и получается в итоге что-то классное. Ну, если прям совсем простым языком. Например, ну, даже салат, который вы дома готовите, это уже креативно. Ну, потому что у вас есть какие-то ингредиенты, которые вы между собой смешиваете, и получается что-то из разряда дорогого блюда. И это креативно. То, во что мы сейчас говорим, это тоже результат креативности. То, во что смотрят люди, это тоже все благодаря креативности. Была потребность у человека, ее решили. Я советую каждому человеку качать креативность простыми тремя способами. Это больше смотреть, больше слушать и больше читать. То есть на смотренность, на слушанность и на читанность. Вот три основных фактора, которые качают креативность. Смотреть, следить за людьми. Ну, например, просто вот даже находясь на этой конференции, можно вдохновляться от всего. Начиная от того, как люди одеты, кто в какой одежде, заканчивая. Например, вот Перми будет 300 лет, и я увидел там классные худи, которые ребята сделали. То есть здесь есть вырез в форме 300. Это тоже можно будет использовать, например, на какой-то упаковке своего продукта. Если вы там, например, делаете печенье, вот, можно сделать такой вырез в форме печеньки, и это будет уже прикольно. Это креативное решение, которое как раз вы где-то увидели, вдохновились, подсмотрели. Отдыхать, делиться своим опытом и не загружать себя вот как раз тем, что вы прочитали, посмотрели, услышали и никуда это дальше не несете. Ну, то есть не складировать в себе информацию, а стараться ее реализовывать. Руководитель в любом случае креативный, потому что всех, он не может быть не руководителем, не может быть бизнесменом, если он не креативный. Он в любом случае любознательный и экспериментатор, поэтому у него все получилось. Вот есть такая классная фраза, ты все делаешь не так, продолжай. Вот это вот про это, про креатив.